Приветствую вас, и первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что если вы живете в России, и если наше семейное законодательство не поменялось довольно сильно, с тех пор, как я изучал героспретенцию, то ваш муж имеет право, в случае чего, и в случае отсутствия вашего завещания, вот даже если с вами все это случится, то ваш муж имеет право только на ту долю имущества, которая была приобретена в период брака, то есть совместно нажатого имущества. И, соответственно, если вы портаетесь с того, что с вами может что-то случиться, и что вас используют, то вы можете написать завещанного, в котором, допустим, передаете все свое имущество, в случае, если с вами все это случится, скажем, в благотворительный фонд, допустим. И так вот, между прочим, сказать своему мужу о том, что, мол, так-так, вот иначе я решил сделать такую вот вещь. И это является единственным правильным, на мой взгляд, вариантом поведения в данном случае, в данной ситуации. Докум будет сказать, что мужчина, если он с вами, то он с вами не ради денег. То есть идея завершения, идея того, что все это имущество, в случае чего, вот все ваше имущество, тут нужно отделять это, все ваше имущество принадлежит фонду, в случае, если с вами что-то случится, это покажет вам отношения вашего мужа, конечно же. Это первое, что я хочу сказать. Второе, значит, ну, второе будет уже не таким простым. И, значит, первое, что я вам хочу сказать. Значит, во-первых, почему вы вышли замуж только после смерти бабочки и столь поздно по современным меркам в 27 лет? В чем это было обусловлено? Второе, какие ценности и установки были привиты вашей бабочкой? Если вы, опять-таки, живете в России, то нужно сказать, что ваша бабочка являлась советским человеком, а у советского человека особый, специфичный взгляд на вещи, на мир, на экономику, на отношения. И то, что ценности, которые привела вам ваша бабочка, немного неактуальны на данный момент, это факт совершенно определенный, совершенно точный. И вам именно этот момент нужно корректировать. Ну, во-первых, какой это момент? Например, то, что вас начало преследовать мнение знакомых людей. Что вот, мол, вас использует ради выгода. Основная черта советского человека – это зависимость от чужого мнения, потому что в Советском Союзе личность как таковую принижали и всячески боялись людей, которые были личностями и которые имели свое собственное мнение. Это первое. Далее. Вот эти люди, которые, ну, мнения которых вы имеете в виду, а также журналы и передачи из интернета в хорумы – это все лишь внешняя сторона вопроса. Что это значит? Что значит внешняя сторона вопроса? Я попробую пояснить. Дело в том, что, ну, то, что такие факты есть, ну, такой факт, как действительно, действительно используют людей, да, относительно богатых, там, в своих целях и так далее. Это факт. Так оно есть. Не нравится, нравится нам, не нравится – это есть. Но, каждый случай, каждая ситуация отдельно. И для общественного мнения все случаи, все ситуации, они являются по сути своей типовыми. Для всех людей, для общественного мнения все случаи, еще раз хочу, чтобы вы это постарались понять, все случаи являются типовыми. То есть, что это, что значит типовые случаи? Типовые случаи – это означает, что любой мужчина, который, который, вот, женится на богатой девушке, да, любой мужчина, он, по сути дела, уже априори ее использует. Ну, а как же искренность, как же, там, человеческое отношение, как же любовь, в конце концов. Вот этого всего люди не видят. Этого они не замечают, потому что для них, для них, реальность совсем другая. И вам необходимо понять, что люди видят только вершину Айсберга. Они не живут с вами, они не чувствуют ваши отношения, они не знают, какие у вас связи, они не знают, какие у вас взаимоотношения с вашим мужем. Но они при этом судят о типовом поведении людей. И вопрос заключается в другом – почему вы так в себе не уверены? Почему вы настолько не уверены в себе, вы считаете, что не можете мужчин привлечь, вот, чисто как человек, что он обязательно вас использует? Чем связана эта ваша неуверенность в себе? Чем она выгода? По поводу того, что с вами может случиться, это мы уже сказали. По поводу того, что использует ради выгоды, подумайте, а есть ли реальная выгода? Подумайте, есть ли реальная выгода? Подумайте, не перевешивает ли ваш мужчина на вас свои расходы? Не пользуется ли он вашим имуществом? Подумайте, как он себя ведет. Проанализируйте. Можете проанализировать с психологом этот вопрос. И вы увидите, как мужчина себя ведет. Вполне возможно, что его сын может как раз таки рассматривать вас как денежный мешок. Но это сын, дочь, но не мужчина, не мужчина. И это нужно понимать. То есть нужно анализировать. Если выгода, то в чем эта выгода проявляется? Или выгоды нет? А также можете ли вы, собственно говоря, привлекать, по вашему мнению, мужчину просто так? Также, отдельно, хочется сказать, что нужно отметить ваш выбор. То есть выбор мужа, старшего вас, больного, имеющего двух детей, не имеющего ничего, ничего и так далее. Вы выбрали такого человека, который априори не является равным вам. Возникает вопрос. И на мой взгляд, довольно естественный вопрос. Чем обусловлен ваш выбор? Почему вы выбрали именно такого мужчину? И как мы взялись в ваших отношениях? Нужна достаточно подробная история ваших отношений, чтобы понять, было ли что-то, связанное с его выгодой через вас или нет? И для чего вы с этим мужчиной вместе? Вот была высказана идея о том, что в этом мужчине вы ищите отца. Ну, может быть, все-таки разница в возрасте достаточно большая. Тем не менее, может быть, вы и просто его любите, как мужчину. Вопрос в том, какое место вы занимаете в отношении с ним. Если это отец, то вы должны занимать подвиси у ребенка. То есть, соответственно, все на нем. Управление имуществом, в том числе и вашим ведением делается все на нем. Вы нуждаетесь защитником, вы нуждаетесь в опекуне, вы нуждаетесь в охраннике и так далее. Если это для вас отец, то это вы так себя ведете. Если это не отец, то, соответственно, вы будете вести себя как, ну, вполне себе независимый человек. Коим вы и являетесь. Вы знаете, как это не парадоксально звучит, но для того, чтобы не изматывать себя относительно того, любит ли ваш муж вас или нет, нужно одновременно и легкое, и в то же время сложное условие. И это условие касает того, что вы не любите сами себя. Вот как-то так получилось, что ваша бабочка, при том, что она обеспечила вас, наверное, в силу своего склада ума, в силу того, что все предприниматели, по сути дела, прагматичные люди, не внушила вам главного, что вы ценны вне зависимости от денег. Вы ценны вне зависимости от средств, которые есть на вашей счету. И вы, даже если у вас ничего нет, невероятно ценный, уникальный человек. И вас есть за что любить, кроме денег. Но вот этого вам бабочка не додала. И, соответственно, вам не хватает личностного роста. Вам не хватает осознания собственной ценности. А это можно развить только в личностном росте, соответственно, с помощью психолога. То есть вы работаете с психологом по нескольким направлениям. Первое направление – это проработка отношений с бабушкой. И, как следствие, проработка вашего женского поведения и, соответственно, мужского идеала. Мужского идеала партнера, которого вы хотите видеть рядом с собой. Далее, отдельно прорабатываются отношения с вашим мужем. Что вы думали, когда вы ходили за него замуж? Почему вы выбрали его? Куда делать то, чем вы руководствовались при выборе после того, как вы поженились? Почему вы стали прислушиваться ко мнению других людей? Ведь если человек прислушивается ко мнению других людей, значит, своего собственного мнения ему недостаточно. Значит, возникает вопрос – а почему вам своего собственного мнения недостаточно? Это очень важный момент. Далее, собственно, тот самый личностный род, о котором я говорил. То есть это любовь, развитие любви к себе, осознание ценностей, свои собственные ценности и, наверное, правильное отношение к имуществу. То есть понимание, что есть материальные блага. Вот. И, значит, осознание главное, что на данный момент, пока не будет доказано, что ваш муж действительно использует вас для своей выгоды, вы посыты, проецируете на него свое собственное отношение к нему. То есть, когда вы говорите, что муж использует вас ради выгоды, это вы используете его ради своей выгоды. Только не для материальной выгоды, конечно, а для какой-то другой. Например, бег от себя, бег от одиночества, невозможно находиться одной. Все-таки есть некая рекламенная стопция, только после смерти бабочки вы вышли замуж. А ведь получается, что вы очень большое время, очень долгое время были с ней уже во взрослом состоянии. Почти десять лет. Восемнадцатой и до двадцать шести. То есть почти десять, ну восемь, ну там округли. То есть у вас, в принципе, молодой человек мог появиться и в шестнадцать, по современному мерку. Но не появился. И вот это тоже очень важно. Понимаете? Если снять эти страхи, если снять значение, личностное значение для вас, вашего мужа, возможно, вы сможете посмотреть на него совсем по-другому. Возможно, вы сможете увидеть в нем просто мужчину, который просто в данный момент, без какого-то задела на будущее, потому что все люди меняются и все, ничего не остается неизменным. В данный момент этот мужчина делает вас счастливым. Так не это ли важно? А будущее предсказать никто не может. Мы можем только стараться сделать так, чтобы оно было максимально приближено к тому, чего мы хотим. Это да. Но мы не можем сказать, какое оно будет. И отсюда следует, что снизив личностное значение для вас, мужчины, возможно, проработав травму после смерти бабушки. Очень часто люди после смерти единственного близкого человека впадают в депрессию. И часто эта депрессия бывает скрыта, то есть незаметна для человека самого, но тем не менее. И как, ну, часто бывает так, что причины депрессии от смерти человека является именно чувство вины. То есть человек по какой-то причине чувствует себя виноватым перед умершим. И это чувство вины и невозможность его понижения вводит человека в депрессию. Ну и, соответственно, избавление от чувства вины помогает такому человеку избавиться от депрессии. И вам нужно исключить восприятие своего мужа как средство для себя, прежде чем говорить о нем. Вот примерно такие направления вам нужно избрать для работы с психологом. Потому что вот то, что происходит сейчас, ну, это естественное развитие тех неверных установок, которые у вас были. И, что я хочу сказать отдельно, это отношение к социуму, в котором вы живете. Вы знаете, в нашем мире, ну, у человека два выбора. Либо он живет по общественному мнению, и тогда у него все хорошо. Либо он живет по своему мнению. Тогда ему постоянно приходится отстаивать свою индивидуальность и свой выбор. Вот то, что вы делаете сейчас, вы, по сути дела, отстаиваете свой выбор, потому что, по мнению большинства, вы должны были выйти замуж за богатого человека. Ну вот, обеспечила ли вам, обеспечила бы вам искренность чувств богатого человека? Не факт. Потому что, как раз таки богатый человек, который берет в жену какую же богатую девушку, имеет куда меньше шансов относиться к ней искренне. Потому что именно между такими людьми куда чаще браки по расчету. Но общественное мнение говорит иначе. И вам нужно решить, в какую сторону вы хотите двигаться. Это ваш выбор. В сторону социума и общественного мнения, или в сторону индивидуальности, индивидуального вашего мнения. И вот, в зависимости от того, куда вы будете, куда вы решите двигаться, мы вам и сможем помочь. Только, если вы решите двигаться в сторону социума, помощь вам потребуется куда меньше. Если в сторону индивидуальности, помощи может потребуется больше. Но я не думаю, что намного больше. Так что, подумайте, поразмышляйте и примите решение. А когда примите решение, в контексте этого решения выберите эксперта и начнете с ним работать для того, чтобы привести свой внутренний мир в гармонию и порядок. И тем самым не мучить себя и не портить свою нервную систему, тем самым свое здоровье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!